генеральный директор мосфильма режиссер карен шах назаров встретился с путиным и отчитался сколько военной техники и денег студия передала на нужды армии культура вне политики да потому что 6 миллионов кстати двадцать третьем году мы передали вооруженных силам 28 танков ты 55 8 танков пт-76 6 бмп и 8 тягачей к слову на этой же встрече шах назаров заявил что оказывается мосфильм превосходит голливуд меры мы не уступаем у орнерам и универсу другое дело что у них таких студий пять в голливуде а мы одна но с точки зрения объемов я не был универсовыми на орнерах мы не уступаем в некоторых аспектах превосходим но для пропагандистов не в новинку нести подобный бред а шах назаров поистине эталонный пропагандист с огромными имперскими замашками наша страна это страна от выборов которой зависит судьба всего человечества мы страна от которой зависит судьба мира поэтому мне кажется должна у нашего народа самооценка вырасти и конечно директор мосфильма верный соратник и любимчик путина награжденный самыми почетными орденами это большая привилегия вообще быть гражданином российской федерации страны которая меняет мир смену лидера тем более такого лидера каким является владимир путин конечно очевидно что для меня нет сомнения я думаю даже те противники путина которые хотят жить в нашей стране понимают что ну невозможно сейчас вообще пытаться менять в каком-то эту власть то есть не нету нету адекватного человека который может возглавить страну с самого начала он поддерживал любые решения путина от чеченских войн до аннексии крыма я не вижу никакой вины российской федерации перед миром на сегодняшний день произошел переворот и фактически западная часть узурпированная власть в киеве фактически те кто сидят в крыло это представители по всем их как говорится устремлением представители западной украины поэтому очевидно что при отсутствии какой-то легитимности законности вот так события развиваются и конечно же поддержал полномасштабную войну в украине украина которая должна быть нейтральной украина которая должна быть демилитаризованной ну и в связи с тем что уже ситуации в которой четыре области украины вошли в состав россии эти области должны быть зафиксированы составе российской федерации я в этом смысле абсолютно солидарен с президентом как и во всей российской пропаганде высказывание шахназарова постоянно противоречит друг другу соловьеву доверяю бы естественно если я хожу к нему я так сказать я я я я бы не ходил тогда не выступал бы там вот украина это уже третий рай даже противники вот этой буквы z должны понимать что если они рассчитывают что их пощадят нет их не пощадят нет это все по-серьезному уже это в случае чего концлагеря перевоспитание это таска стерилизация где реальные факты что у нас что-то запрещают я например никакой цензуры не не вижу неверно тормозить youtube сейчас неверно вызывает очень много отрицательных эмоций очень много но при этом при всем в монологах режиссера часто проявляются здравые мысли которые в отличие от высказываний оппозиции ему прощаются я не думаю что такая страна россия может проиграть военным отношениям это может дестабилизировать внутреннюю внутреннюю ситуацию стране которая может привести что к сожалению мы это уже проходило как ко всяким внутренним катаклизмам там сказать которые могут привести вплоть до распада страны просто я считаю что ситуация такова когда уже не надо все время говорить что все у нас хорошо нет у нас много чего нехорошо понимаете и у нас постоянно информация в информационные это мы все время показываем хохлов украинцев которые не хотят воевать так сказать и все время общее это ну вот видите они воевать не хотят а при этом мы видим воюют и видимо мотивированы и видимо умелы и видимо как говорится и воюют как надо а зачем мы себя обманываем мы должны исходить из того что мы можем проиграть в любом случае если российскую армию уже снабжают киношными танками а главные пропагандисты ноют о проигрыше это хороший знак того что кровавая империя очень скоро может пасть